На уровне исследований показано, как клеточки остаются живыми. Чем дольше живут клеточки, тем дольше живет наше тело. И, конечно, это не только видно по анализам. А вот то, что вы видели, Александра сегодня выступала, вот она была до, вот сейчас после. Таких очень много метаморфоз. Я, конечно, да, я погудела, но у меня вот муж, он как был красавчик, так красавчиками остался. И он спортом занимается, и в 43 года выглядит просто великолепно, несмотря на несколько вредных привычек, которые у него есть. Он говорит, не рассказывает при всех, а я, ну, признаюсь, я образец здорового образа жизни, а он не очень здорового. Но, тем не менее, когда злоупотребил, он кушает больше рейна. Когда мне спрашивают, как оно так быстро работает, вот вам как выглядит грудное молоко, и как выглядит кор. Практически одинаково выглядит за счет того, что это омега-3,6,9, и вот все витамины и минералы растворены в водичке, вот в грудном молочке. А здесь то же самое, витамины и минералы растворены, и омега-3,6,9 находятся вот в таких вот предизвесиях. Вот это спирулинка, вот хлорелла. То есть оно настолько мелкодисперсное, что даже через кожу впитается, если вы нанесете на кожу этот продукт. Ну и в целом, конечно, много очень всего, вот как с таблетками, например, сравнить. Это таблетки, растворенные в воде. Видите, крупные, такие конгломераты целые по сравнению с тем, что в пакетиках. Очень много у нас результатов и по диабету. Вот есть и в спортсменах, и с дерматитами. Вот такой вот есть результат. Кто видит этого мальчика впервые? Поднимите, пожалуйста, руку. Это не полный ребенок. Это отечный ребенок. Гемоглобин 30. 4 месяца в реанимации. 47 переливаний крови. И когда за него взялись, он был в реанимации, ему подарили просто продукт СОЛ. Он кушал пакетик на 6 дней. Через полтора месяца его выписали из стационара. Впервые вообще. 85 гемоглобин уже был. Когда у этого мальчика дальше, вот это его история, это уже через год. Он кушает в день по пакетику, и это уже здоровый ребеночек не знает, что такое стационары, реанимации и доноры.